На этой неделе заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев провел расширенное межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Уральского федерального округа. На заседании присутствовали руководители окружных и субъектных подразделений прокуратуры, полиции, следственного комитета, ФСБ, а также заместитель полномочного представителя президента Андрей Андреянов. Темой совещания стал ход работы и пути совершенствования мероприятий по борьбе с коррупцией. За 2011 год в округе на треть увеличилось количество выявленных преступлений этой направленности. Пресечен 971 факт получения взятки. Осуждено 34 руководителя подразделений органов исполнительной власти, в том числе 4 заместителя губернатора, 37 руководителей органов правоохраны, 26 глав администрации. Также осуждено 14 депутатов муниципальных образований. Работа продолжена и в этом году. Вместе с тем расследование коррупционных преступлений сталкивается с рядом специфических трудностей, которые предстоит решить. В связи с этим Юрий Пономарев призвал прокуроров, а также коллег из других ведомств более тщательно готовиться к этапу суда. Моя точка зрения и предлагаю прокурорам по серьезным коррупционным делам подключать гособвинителя не уже когда бежать надо в суд, а где-то на стадии серединного расследования дела, чтобы гособвинитель знал не только надводные, но и подводные течения по этому делу. Желательно, чтобы гособвинитель перед тем, как идти в суд, встретился и со следователем, и с руководителем следственного подразделения, совместно обсудил методику и тактику поддержания гособвинения, и все, повторяю, все эти сложности, которые были при расследовании, они были уже известны гособвинителям. От этого будет повышаться только качество поддержания гособвинения. Реализация антикоррупционных мероприятий находится на особом контроле управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.